Об этом и не только. Поговорим с нашим следующим гостем. Это Богдан Ференс, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям. Здравствуйте. Вот чего Россия пытается добиться, делая такие заявления о грязной бомбе? Это шантаж или пытаются выйти на переговоры. И вот последние новости, это заявление Минобороны России. Украина собирается взорвать грязную бомбу и замаскировать это под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Я думаю, или-или. И одно другого не исключает. Первый вариант, действительно, это такая подрывная работа, информационная в первую очередь, которая касается запугивания, так скажем, цивилизованной части мира в возможной ядерной угрозе. То есть они это используют, и Путин неоднократно в своих речах это говорил, если проанализировать, вспомнить. То есть он вспомнил даже Хиросиму и Нагасаки. То есть это как прецедент он обозначил, и это означает, что они используют этот инструмент, опять же, для запугивания, ну, точно уже не только Украины, но и там части Европы, возможно, Штатов. Второй такой сценарий и опция, это, возможно, через такие заявления все-таки скоммуницировать, потому что изначально Шойгу начал коммуницировать с министрами обороны разных стран для того, чтобы им рассказать о таких абсолютно нелепых, как, наверное, по мнению многих европейских политиков, о вещах, которые непосредственно вложатся в концепцию подрыва и имиджа, и обвинения Украины в таких рисках, которые непосредственно касаются ядерной безопасности. А как вам кажется, вот размахивая такой ядерной дубиной, можно принудить мировых политиков сесть за стол переговоров? Чего? Это реально вообще сделать? Вы знаете, это очень сложный вопрос. Вообще, тема ядерного сдерживания, она из наиболее приоритетных и важных тем в глобальном контексте безопасности, но и наиболее сложная тема. Потому что, если страна действительно обладает ядерным потенциалом достаточно серьезным, очень сложно иметь инструменты прямого сдерживания этой страны, кроме экономических, финансовых и военных, конечно же. Но мы опять понимаем, что если сдерживать в контексте уже открытых военных действий, это действительно может быть началом ядерной войны, третьей мировой войны. Поэтому вот эта политика, политика разоружения, которая там с разной этапностью была успешной, потом не совсем успешной, а в первую очередь там двумя блоками она разрабатывалась и частично имплементировалась. Это Соединенные Штатами Америки и еще во времена Холодной войны Советским Союзом. Но мы видим сейчас, что это, в принципе, абсолютно не работает. Адекватность утратилась. Россия однозначно показывает свою несостоятельность как сторона в этом процессе, например, разоружения или ядерного сдерживания. И ничего не остается. То есть, так как она не может как-то аргументировать и показать свою мощь, как они раньше все время показывали мифично на поле боя, то есть они используют, да, вот такой свой последний такой карт-бланш, инструментарий в качестве шантажа. Это ядерную. У них, да, есть этот потенциал, нужно это понимать. Я думаю, наши западные партнеры оценивают это серьезно, так же, как и мы. И, опять же, надеяться на какую-то адекватность пока не стоит. Мы видим, что ее, к сожалению, нет. Богдан, вот в этой связи Украина приглашает мониторинговые комиссии ООН и МАГАТЭ и требует соблюдения четвертого пункта Будапештского меморандума. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Твиттере. Каждый день наша армия освобождает землю от российской грязи. Мысль о грязной бомбе для нас отвратительна. Это слова министра обороны Украины. Как вы думаете, каким будет ответ ООН и МАГАТЭ? Ну, я думаю, что нам, в принципе, нечего, что скрывать. И раньше ничего абсолютно не скрывали. Мы абсолютно открытая страна. И то, что касается наших возможностей, в этом контексте, я думаю, всем нашим партнерам известно. То есть доказывать что-то кому-то сейчас не стоит. Но противодействовать вот этим вкидам, вбросам со стороны России однозначно нужно и реагировать так же. И я думаю, важно действительно на многоуровневом коммуникационном направлении отрабатывать, чтобы, ну, вы понимаете, Россия, она же работает не только там на политиках, военных. Она работает так же на массы, да, на массы людей, которые иногда боятся реально за свою безопасность. И в этом я понимаю, что, да, в сердце Европы происходит вот такая война, российская война. Особенно в контексте ядерной угрозы. Поэтому ставка России на то, что общество, например, в Европейском Союзе, могут как-то проявлять свою беспокоенность, апеллируя к политикам, чтобы они помогали там как-то разруливать процессы и, возможно, по-другому относиться к агрессору. Но здесь мы должны понимать, что как раз этого Россия добивается. Размыть, обвинить, соврать в очередной раз. И мы должны на все эти угрозы реагировать очень быстро, очень профессионально. Но четвертый пункт меморандума, кстати, говорит о необходимости реагирования государств-гарантов на угрозы с использованием ядерного оружия в отношении Украины. Как будут развиваться события? Что скажут Великобритания, США? Есть одна проблемка, потому что, к сожалению, мы видим Будапештский меморандум, он... Не работает? Нет силы в этом документе. В этом все проблемы. Видите, гарантию давали, и одна из сторон этой гарантии взяла и просто нарушила все, что только можно, а не только Будапештский меморандум. Я имею в виду Россию, опять же, потому что они подписывались. Да, они подписывались под этим Будапештским меморандумом. Поэтому тут вопрос в том, как использовать этот потенциал документа и как инструментарно усилить реагирование наших партнеров на эти угрозы, которые со стороны России измечают в контексте ядерных угроз. Есть много других вопросов по международной повестке, и хотим их с вами обсудить. Сразу две крупные международные конференции начинаются на этой неделе. И вот одна из них — это Крымская платформа. Речь там пойдет и о Крыме, и о недавно проведенных в России псевдореферендумах на временно оккупированных территориях. Страны Большой Семерки будут представлены. Как вы думаете, чего нам ждать от этой встречи? Участие в первую очередь представителей разных делегаций. Насколько я знаю, больше сорока. Уже Нэнси Полоси подтвердила свой визит. Поэтому я надеюсь на участие. Иногда зрителям сложно понять, ну а в чем практически результат. Ну встретились, ну обсудили опять важность работы, да, и борьбы с вот этой незаконной аннексией Крыма. Но я скажу, что вот как раз мобилизация и поддержка Украины, она как раз проходит за счет и реализуется за счет подобных форматов и встреч, в которых непосредственно принимают участие политики. И то есть наполнить этот формат практической составляющей очень важно. Иногда не есть легкой задачи, потому что мы понимаем, что опять же наши партнеры достаточно ограничены в инструментах сейчас влияния на Россию в контексте незаконной аннексии Крыма, потому что уже санкций очень большое количество все-таки принято, хотя этот список санкционной политики, он еще не закончен. Но в то же время актуализация этого направления Крыма непосредственно в повестке мировой, глобальной, это очень важный инструмент дальнейшего отстания наших национальных интересов. И не только наших, но и демократического мира, потому что Россия должна отвечать за те свои действия, которые перевели к тому, что мы сейчас абсолютно в другом мире должны жить. Все, что касается гарантии безопасности мировых, в глобальном контексте оно подорвано, к сожалению. Еще одно важное событие на этой неделе состоится в Берлине. Это немецко-украинская экономическая конференция. На ней представят план маршала для Украины. Как вы полагаете, насколько мир готов участвовать в восстановлении Украины? Это важно. Вот эта конференция в Берлине, я непосредственно не так давно вернулся с Берлина, встречался с разными политиками также, которые вовлечены в тему поддержки Украины. Почему важно? Потому что Германия, вот она еще больше сейчас определяет свое место и в Европейском Союзе. Это сильная страна, на которую равняются и от которой мы много чего ожидаем. Более решительных действий, возможно, опять же в поддержке Украины и в противостоянии российской агрессии. В то же время нужно практически наполнять как раз инструментами восстановления Украины не только после окончания войны, но и сейчас. И будем надеяться, что эта конференция соберет как раз стейкхолдеров с разных стран, с разных правительств, организаций, которые смогут, кроме дискуссии, которые очень важны, дискуссии, какие принципы возобновления, какие финансовые ресурсы должны быть, что должно поменяться в Украине, это тоже ожидания, которые есть у наших партнеров. Но важно, чтобы кроме дискуссии вышли на практически инструменты уже непосредственно поддержки Украины, восстановления жилья, например, тех, кто больше всего пострадал уже от войны и нуждается. Это поддержки разных социальных групп, временно перемещенных лиц, женщин, семей военнослужащих. От этого зависит очень многое от финансирования и от консолидации позиций наших партнеров, в том числе канцлера Шонса и Германии. Поэтому это очень важное мероприятие, нужно к нему нам подготовиться, но понимать, что... Вы спросили о готовности, все ли готовы? Да, да. Готовы, но я не стал бы ожидать, что вот миллиарда евро, как было заявлено, вот уже завтра, к сожалению, будут в Украине. Потому что есть разные проблемы у разных стран, мы видим у них тоже не все так хорошо с экономикой, с финансами. Они частично могут перефокусировать внимание и свои ресурсы финансовые, направлять, в первую очередь, на поддержку своих обществ. Но в то же время мы должны предложить очень практически, конкретные, прозрачные механизмы использования этой финансовой помощи, это первые, и технологии. В то же время показывать максимально быстрые результаты. Вот эта эффективность будет работать. Если будут по-другому, есть большие риски. Но тем временем в Китае начинается новая пятилетка Си Цзиньпина. Путин одним из первых послал поздравительную телеграмму. А каковы ваши прогнозы? Что изменится в Китае? Какова будет позиция Китая в отношении России, Украины и войны, собственно? Кто смотрел за съездом или там видео пересматривал, можно было видеть, что изменяется еще больше в Китае. Китай становится еще больше авторитарным. А раньше, в принципе, такого не было. Си Цзиньпин, напомню, уже на третий срок, да, он переизбирается. До этого, если не ошибаюсь, только Великий Мао переизбирался три срока подряд. Это означает, что формируется еще больше культ личности Си Цзиньпина. Это в стране, которая очень сильная, да, сильный геополитический игрок с серьезной экономикой, с военно-промышленным комплексом. И где всегда, в принципе, коллективные органы управления, пусть это будет одна партия коммунистическая, но все-таки коллективная форма управления государством играла важную роль. Сейчас вот отходит вот эта коллективная форма принятия решений, вот этой формы к авторитаризму еще большему и к формированию еще больше культа личности Си Цзиньпина. Я считаю, что это такая негативная тенденция, которая будет усиливать угрозу подрыва существующего международного мирового порядка. И об этом Китай заявляет, и в этом он будет присматриваться к ослабевающей России. То есть и тот расклад, который сейчас происходит, в принципе, на пользу Китая. Однозначно. Они выжидают, они будут применять свою так называемую мягкую силу для влияния в разных частях, не только там в Тихоокеанском регионе или там на подступах к Австралии, Новой Зеландии, заключая договора с некоторыми островами. Не только фактор Тайваня, но и другие сферы и точки в глобальном мире, на которые Китай может нажимать, Африка особенно, для того, чтобы еще больше усиливаться. Вот как бы мой прогноз такой. Из Китая давайте еще в Британию перенесемся. Вот бывший министр финансов Реши Сунак станет следующим премьером. За него проголосовали большинство партийцев. И вот что о нем пишут в соцсети, я хотела бы процитировать. Сунак станет третьим премьер-министром от консерваторов за 7 недель и пятым за 6 лет. Далее. Великобритания наслаждается моментом Обамы. Британец-азиат, родом из Пинджаба, ученик английской государственной школы и выпускник Голдмен. Давайте дадим ему передышку и не будем его ругать. Ему понадобится удача. И вот статистика Реши Сунак, самый молодой премьер-министр с 1812 года и самый богатый премьер-министр в истории. Как вы оцениваете его кандидатуру и останется ли поддержка Украины при нем? Кстати, на поддержке, думаю, она останется, потому что, в принципе, не играет большой роли в наших двусторонних отношениях смена на Даунинг-стрит. Кстати, на поддержке, думаю, она останется, потому что, в принципе, не играет большой роли в наших двусторонних отношениях смена на Даунинг-стрит, смена кабинета министров. Существенно, я скажу так. То есть есть стратегические задачи в контексте политики Великобритании внешней и в контексте политики безопасности. Поддержка Украины является приоритетной. Поэтому, я думаю, дальше будет продолжаться эта поддержка. Это первое. Второе. Может, могут ли быть, опять же, изменения в фокусе? Да, конечно. Потому что, когда есть внутренние проблемы, политические конфликты, тогда не всегда внимание достается на внешних фронтах. И здесь риски, с которыми нам нужно работать однозначно и понимать их. Что касается самого Риши Сунака, ну, я бы опять, так скажем, попробовал определить такой квест, да, сколько он продержится, как было там с предыдущей кандидатурой. Ну, вот бросить же сильно не ругать, да, и дать время. Ну, подождите. Это человек, который был в кабинете Джонсона. Это человек, который отвечал за финансовую политику, и он был казначеем, да. Финансовая политика консерваторов Тори привела к тому, с чем сейчас сталкивается Великобритания. А глубинные причины и проблемы, это начиная еще с Брекзита. А напомню, Брекзит в Великобританию принесли как раз те же консерваторы Тори вместе с популистами. И уже этот Брекзит съел не одного премьер-министра. И Терезу Мэй, мы помним, и других. Поэтому, в принципе, это те следствия, тех причин, которые, в принципе, за которые они и виноваты. Я думаю, что выход с кризиса может быть через выборы. Оппозиционная самая большая партия, у которой сейчас максимальная поддержка, Калибрийская партия, они прямо требуют выборов, чтобы они были проведены. Это не просто процедурно сделать, потому что нужно, чтобы премьер-министр непосредственно дал прошение на рассмотрение Королю. Мы понимаем, что консерваторы, у них сейчас рейтинги максимально низкие, не знаю, там, за сколько лет. То есть это катастрофа для них. По поддержке они могут утратить не то, что большинство, если будут перевыборы скоро, а абсолютно, ну, очень много мандатов. Поэтому Великобритания дальше идет в кризис. И я ожидаю все-таки, что разрешение этого кризиса может быть через смену не только там премьера и внутренней дрызки консерваторов, а через смену непосредственного правления в Великобритании, когда лейбористы получат власть, я бы так сказал. Спасибо огромное за ваши комментарии, за интересную беседу. Я напомню, Богдан Фееренц, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям, был с нами на связи. Спасибо, Богдан.